Подделки бывают настолько качественные, что их очень сложно отличить от настоящих. Даже специальные аппараты, работающие на основе ультрафиолета, иногда пропускают подделки. Как в таком случае быть? Советы специалистов. Изучить и запомнить на каждой банкноте минимум 3-5 защитных признаков и не лениться проверять их в момент получения денег и даже в банкомате или кассе банка. Проверять купюру можно и по микроперфорации. Ее хорошо видно на просвет, но проверять надо на ощупь. У настоящей купюры место микроперфорации с обеих сторон гладкое, поскольку ее делают лазером. А фальшивомонетчики зачастую делают ее при помощи клише из иголочек, поэтому на фальшивке можно почувствовать шероховатость с одной стороны. Необходимо обращать внимание и на внедренную в бумагу металлизированную ныряющую защитную нить, 5 участков которой выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. Так вот, на фальшивых купюрах края выхода защитной нити на поверхность могут быть неровными и негладкими, поскольку они иногда просто приклеиваются сверху. Действовать в случае, если вы обнаружили фальшивку, надо по букве закона. В противном случае можно стать соучастником преступления. Изготовление или сбыт поддельных денег наказывается крупным штрафом. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы с конфискацией имущества. Если вы обнаружили у себя поддельную банкноту, то лучше сдать ее в отделение Сбербанка, а там специалисты проведут экспертизу, после чего банк выдаст окончательное заключение. Настоящие денежные знаки вам должны вернуть, а фальшивые купюры уничтожить.